Еще один детский сад строят в ЖК Ярославский. Он рассчитан на 290 мест. Рабочие вышли на объект летом текущего года. На территории площадью порядка одного гектара будет расположено трехэтажное здание. В нем предусмотрено помещение для 12 групп, бассейн, две колясочные, пищеблок. Уже возведены наружные и внутренние стены здания. К нему подведены необходимые коммуникации. Вокруг будут построены детские спортивные площадки. Завершение работ намечено на следующий год. На днях строительную площадку посетил депутат Государственной Думы Вячеслав Мамичев. В целях повышения уровня безопасности при использовании газа в быту представители администрации продолжают информировать жителей о возможности установки дополнительной системы защиты от утечки бытового газа. Датчики делятся на два типа – стандартные от 900 рублей или с механическим перекрытием газа. Такие обойдутся в две тысячи. Одиноким и малообеспеченным пенсионерам в возрасте от 65 лет установят систему контроля за газованностью бесплатно в рамках пилотного проекта. Представители администрации будут продолжать встречи с председателями домов и жителями округа. В этом году 513 пожаров произошли на территории городского округа. Погибли 19 человек, в том числе двое детей. Среди пострадавших от дыма и огня также есть ребенок. Всего травмы в пожарах получили 7 человек. Об этом на заседании доложил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Ананичев. Сейчас усилен контроль за соблюдением противопожарных мероприятий в социальных учреждениях. Сотрудники прошли соответствующий инструктаж. Особое внимание уделено многодетным и неблагополучным семьям. В их квартирах будут продолжать устанавливать специальные устройства, которые своевременно сообщат о задымлении. Кроме того, с наступлением холодов сотрудники МЧС навещают жителей частного сектора, чтобы еще раз напомнить правила использования электрообогревателей и печного оборудования. Мытищинские депутаты проверили, как в округе обслуживают контейнерные площадки. Участие в выездном заседании приняли представители управления ЖКХ, управляющие компанией регионального оператора и жители. В Московской области действуют единые требования к местам сбора мусора. Площадка не может быть расположена ближе, чем 8 метров от дома. Должна иметь твердое основание, крышу и огорожена с трех сторон. Это что касается внешнего вида, а вот количество контейнеров, в том числе для селективного сбора, рассчитывается пропорционально жилой площади дома. В этом году мытищик в соответствии с региональными стандартами привели в порядок более 65 площадок, в следующем планируют 41. Члены антитеррористической комиссии обсудили меры безопасности в новогодние праздники. Начиная с 20 декабря и до Рождества в округе запланировано множество праздничных встреч, елочных представлений, спортивных состязаний, а также уличных гуляний. В связи с этим будет усилена работа сотрудников правопорядка. В ходе заседания также подвели итоги деятельности работы правоохранительных органов и подразделения администрации по вопросам противодействия возможной террористической деятельности на территории округа. Помимо этого рассмотрели большой блок профилактической работы. Для начинающих специалистов сотрудники молодежного центра «Импульс» и предприятия «Водомер» организовали экскурсию по заводу, который выпускает приборы учета. Студенты Матищинского колледжа посетили промышленные сборочные цеха, узнали об этапах создания водосчетчиков и оборудовании, на которых их тестируют. Особое внимание привлекла уникальная испытательная установка, способная работать при температуре до 150 градусов. Следующее предприятие, куда молодежный центр «Импульс» планирует организовать экскурсию – это метро «Вагонмаш». На вагоне настроение вовсю царит Матищинская галерея. Там открылась выставка «Советский Новый год». До революционной открытки, плюшевые мишки, елочные украшения из советского детства и многое другое увидеть, а что-то даже подержать в руках могут жители и гости округа. Коллекционер Алла Рыкалова на протяжении многих лет представляет Матищинскому зрителю редкие экспонаты. Вишенка на торте в этом году – витрина, где зрители смогут увидеть открытки, которые получала еще семья Василия Перлова. Выставка «Советский Новый год» будет работать до 30 января. Субтитры предоставил DimaTorzok